Новогодняя ночь На излучине там, где река развеселая, в белой матроске ожидаю тебя моряка Да ой, какие все жизнерадостные на Новый год А потом феминистки выступили, а где же снежная баба? Увидев грудь, снежные бабы слепили снежную бабу, да вы сексист В чем дело, мадам? Мадемуазель Ну и что уставилась, мадемуазель? Хам Потом позвонили негры, сказали, почему снеговик и бабы его белые, это расизм Джеллифер Ядренок, сережка, нехры О, ядренок, сережка А за кадрищем ты доиграешься Нет, ну оборзели, совсем уже блин А ну не трожь ментов наших Уйди, уйди, уйди Дэй, слышь, что говорят, черночопаем Че, ну, дед, ты, ищ Че они выступают? Они в наших ментовках порядки свои наводят О, Боже, оборзели Потом опять позвонили феминистки, уберите метлу у снежной бабы Это намекает на подневольное положение женщин-домохозяйки Что же вы, мама, так себя запустили? Квартирку вот, совсем не убираете Я, Васенька, в квартире, а ты Капитальную уборку два раза в день делаю, плюс ремонт Мать, твоя стюля, дай Бог каждому Потом позвонили вегетарианцы, сказали бы, уберите морковь Это не украшение, это еда, не надо издеваться над едой Позвонили мусульмане, оденьте хинжаб на бабу Почему это? Приписали кисоньки? Да, подошло бы больше с шведом Идет кисонька из кухни, у нее глазоньки напухли Повар пеночку слезал и на кисоньку сказал А хозяева рассудили, киске лапку отрубили Садюшки девятнадцатого века Маленькая такая, как бывает, шерливая Есть крупные бабуси, а есть мелкие бабуси Бабушка Муся карлик была Вот такая У них тоже новый год Таких ушастых, вот как только камеру наведу Елку можно было бы тут и поставить Во всяких соцсетях и сквалыжных передачах Советскую власть обвиняют в том, что оно уничтожило до поры до времени Рождественскую елку А это было совсем не так Рождественскую елку Отменили указом Николая Второго В зиму с 1914 на 1915 год Императрица Александра Федоровна Сплакнула по этому поводу Но император, пометуя о немецких погромах Был непреклонен И поставили елки только в детских И никаких официальных рождественских елок У нас либерасты историю не читают Дело в том, что в начале 20 века Русский народ, конечно, в избах елки не ставил Это была дворянская блажь элитова И воспринималась она всеми как чисто немецкая традиция Какая она, в принципе, и была Потому что первую рождественскую елку Поставил, если дай бог мне памяти Где-то в годах 1500 И даже в начале 20 века Елки для детей ставили не одну А каждому ребенку свою И клали в них свои подарки Что Николай II в первую зиму Первой мировой войны Прекрасно помнил Погромы немецких лавочников Купцов и всех прочих В Москве и Петербурге И чтобы не дразнить Сразающийся народ Отменил рождественские елки Своим указом Чтоб там не говорили сейчас Наши попы и наши чиновники Плачет девушка в автомате Сейчас отреставрируем Груди можно сделать Это сексизм Какой разверт Какой Чтоб в руку убирался Как Понимаешь Дело в том что Ну в общем в детстве Я наступил на мину Все Оторвало Все Нет Кое-что осталось Но только Чтобы пописать У вас это называется Кое-что По-моему Вы слишком много кушат В каком смысле? В смысле зажрались Семья Геев через два дома Позвонила и сказали Зачем поставили Снеговика и бабу Сделали бы двух снеговиков Так быстро А вы что хотели? Чтобы меня там до утра Раком ставили? Почему? Трансгендеры Трансгендеры Посоветовали Сделать просто Снежного Человекова Со съемными органами Нехер записывать за мною Капитан Этого пидора В химках видал Деревянными членами торгой Суходрищев А сейчас Глаз на жопу натянул Раз На Один У тебя, наверное, в роду Были скифы и сарматы В далеких предках Расправленные вымпелы гордо Не жди меня дома, жена Опять закипает у борта Крутого посова Волна Там Освещённость лучше Вот Баковый матрос Рапортуй Вахту сдал, вахту принял Народ встречает Новый год По первому каналу Деревянной судьбы Школа стоит Пустая Молчаливая А вырослитель такая маленькая Я не знаю, не я мам Джек Рассел А папа вот какой-то коричневый Машка какая-то Ласковый какой Молодец Жизнерадостный Проколевый Правильно Нам, плебеям Так и надо Только за счёт Харизмы И жизнерадостности Хорошая ночь Похолоднее бы Ну уж, чем богатые Спасибо Богу и за снег Поехали 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 Мировая Из-за меня Уже идёт? Ах, идиот Всех отпустить И Суходрищева Есть так все сюда до нового года еще успеем рассказать о покровном листе наших сигар прошел час достаем наши сигары и вот наши технологические хвостики форму они приняли хорошее к кровной галицкий лист тонкий эластичный жилки тоненькие зато не торопясь подтягиваем внешний вид сигары вот здесь скрутим это будет открытая часть после того как сейчас она проведет часа три-четыре больше не надо чтобы не высыхалого закрепилась в эту монтажную часть вы увидите на готовых сигарах отсечем клеотинкой вот а этот хвостик будет закрытой части вместо шляпу вместо шляпы сигар и цвет очень приятный мне не нравится ровный красноватый оттенок но увлажненный чтобы не пересыхал нужно держать желательно на холоде чтобы он сохранял свой ровный цвет потому что увлажненные вот капли брызги если он высыхает он становится такой пятненький тут самое главное конечно и в покровном и в связующем и вообще включение сигар это выбор по опыту уже правильной влажности и для связующего и для покровного и для начинки потому что какие-то цифры тут не смотрел по гигрометру не выгадывал ручками ручками как рука чувствует как привык как получается вот этот вот опыт великое дело и опыт сын ошибок трудных на обрезаемые часть незакрытая часть подсохнут сотри подрежу хвостик этот эту часть открою обрежу гильотины и помидор на возревание чтобы все слои и связующие покровной все листы начинки слились в один букет в возревании дожди дожди три ночи напропалую идет дождь долгий нудный пронизывающий мы уже пропитались дождем в май июнь насыщенный солнцем вспоминаются как нечто нереальное лук мокнет пора наоборот сохнуть солнце солнце нужно недельку помидоры поливать бросили земля и так важная слава богу зреет помидоры краснеют перец благоухает вот перцу в теплице все хорошо в верх ярус цветет плачок мой паник хотя возревает пусть и замедленно галецкий себя хорошо чувствует да все хорошо себя чувствует берли гол дуну и гавану просто надо прибрать сейчас займусь в вчера сломал первую лунку чернопольского опять морозить хорошо что успел убрать песочники прорыхлить привести табак в полядах мой ферментационный шкаф солнечный стоит без дела солнце нет на одном электричестве в такой кубатуре как-то неинтересно за что мне нравится растить табак и обрабатывать его мозги не плесневеют постоянно приходится принимать не работает ферментационный шкаф солнца нет а надо было уехать на 4 дня лампочку не включишь страшновато оставать я сделал так вот развесил в задней еще не обихоженной и неустроенной части избы здесь достаточно тепло сдвинул вот так вот буртом и укрыл сверху к бокам пофилу время от времени перебираю и вот уже выжелтилось за эти дни выжелтилось гавана трапезонт как всегда хорошо выжелтился галицкий беспроблемно и конечно вирджинии голд спасение первой ломки вот теперь то что выжелтилось можно убирать на сушилу там одна нитка вирджинии голд уже сохнет неделю вот такой отказался я от шляпы от короны и уже банты не делаю не накатываю хлопотно и если сигара курица как она должна куриться то есть непосредственно за один раз в течение там ну вот она курится минут сорок то она не разворачивается поэтому бант фирменный бант заказывать изготовлять подбирать бумагу в общем я не вижу необходимости у меня такая картина вызывает конечно радость даже уважение к себе были какие-то сомнения в прошлом году по рецептуре мне понравились эти сигары которые я делал в прошлом году надеюсь что эти будут еще лучше есть конечно осечки из 10 одна получается как бы невкусная бывает что-то не положил неудачно свернутые но в целом это все-таки небольшой процент из десятка две очень хороших одна невкусная а остальные хорошие забавно тут не ролик о табаке получается а целый карнавал хотя позволительно новый год рождество святки мы в теме мы в теме ну вот друзья такая у нас технология и под пресс часа на 3-4 всего вам доброго удачи в ваших собственных табачных делах всего хорошего вот снег пришел к нам откровение лыжня на палую листву а в доме время как варенье густела вязка к рождеству с пургой ворвался запах хвои и свет небес и ветер стран и наше счастье в новогодье сияло будто марципан мы обернулись в одеяло прижавшись к темному окну смотрели как слеза стекала дорожкой длинной по стеклу скакала стрелка по минутам а там в ночи среди огня петард и праздничных салютов белела вещь и лыжня снег шел и шел как откровение и мы по чистому листу забыв тревогу и сомнения на лыжах плыли к рождеству мы шли по небу за звездою волхвы герои пастухи и тихо как сухая хвоя с нас осыпались грехи и верю зима и новый год ну вот видите бог зрит своих агнцев новогоднее утро получилось зимним снег летел ночью температура понизилась подморозила хорошо засыпал все таки без снега зимой русскому сердцу никак нельзя что будет чтобы было пока не уже до